Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Нужно Так, ну что начинается матч. Сейчас я кое-что попробую сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то так, никнейм... Вот, еще был. Против Вани. Первая у нас игра. Блай с револьвером что-то отсутствует. Блай только отдуплился сегодня. Сказал мне, что... Спросил, когда там что. Револьвера не видно. Почему-то вообще не знаю, почему. Будем надеяться, сейчас найдутся. Ну, пока эту пару, в общем-то, отыграем. А дальше уже видно будет. Здесь, в общем-то, Газбара, Крипер, ЦЦшечка, Фактурка у Кванты. Ваня играет. У нас в хату Газбул. Четыре собачки. Все стандартно. Вот, королевы выходят. Начинают, в общем-то, инъекции кидать. Еще две королевы Ваня делают. Ну, и говорит, надежный билл. Сейчас я редко вижу билды через четыре королевы. Все чаще как-то... Через там, я не знаю... Все чаще через одну королеву, там, в третью хату как-нибудь. Ну, а здесь, вы видите, что за билд? Чудо-билд, кстати, до старпорта. То есть, это очень ранний хелбат напряг какой-то. Но куда? Куда? То есть, по идее, это делается по третью хату зерговскую с попыткой отменить его. И вот здесь я не знаю, что будет. Так, ну что, рипер минус. Третья хата ставится. Так, здесь у нас четыре гелик поэтка, что, куда, с чем, как, к чему происходит. Кари Саре дропает, что вот с ней случилось и АХЗ. Продолжение следует... Игра приостановлена. Так, ну что, секунду, привет рублю. В общем, игра возобновлена. Причем, я не знаю, писал ли кто там револьвер уже сегодня игры, но он вчера был на Старлайне, смотрел игры. То есть, и я не верю, что он не смотрел в сетку и не видел, когда у него игры. Это полная чушь, как бы, поэтому, ну я не знаю, сейчас проконсультируюсь с Юрой, как бы. Я просто не знаю, что делать, сейчас у него появится, надо тех поражений, походу, давать. Ну а как еще тут делать? Я... Не я за эти моменты отвечаю, конечно, игроков оповещению, но... Я не думал, что надо оповещать, когда, тем более, он тут каждый день сидит и стопудово, блин, он видел все у кого. Так, здесь хелба от пуша дается в итоге. Так, а вот Блай объявился, короче. Вот Блай появился. Так, ну тут попытка какая-то странная. Два не проатаковать, ну вроде атакуют он, да, но тут тиран все, вроде что-то сдерживает, отбивает. Третья цеха делается у кванта. Тут армари есть, плюс один есть, нужно плюс два заказывать вообще. Так, трансформируется Хелик и Узбенринрил. Привет всем, кто меня пришел. Два циклона, четыре хелбатов. Пуш идет, то есть. Куда, я не знаю, сейчас тиран лезет и... С какой целью? Тут как бы, ну, что-то маловато, мягко говоря, юнитов было. Зачем кванта сюда пошел, я даже не знаю. Вот в итоге вынужден слить всех циклонов как бы на муве реально. Правда, так, ручка-то уходит. Неужели он продолжит тут давить куда-то? Вообще, что за бред творится-то? Надо всеми срочно уходить юнитами. Ну или давать бой, да, дает бой в итоге. Ну, что-то тут ручки-то победят легко, по-моему. Ваня сейчас пойдет в контратаку, у меня такое ощущение. Иииии, что здесь делать против этой контратаки? Здесь еще нет вообще. А, понял, короче, понял, понял. Так, отлично, ребят, ревчик объявился. Здорово, рев. Короче, пары местами поменялись. Но все дальше будет продолжаться, как должно быть. Соответственно, здесь приходит Ваня к кванте. Начинает давить. Что-то здесь больно вообще прилетает. У него второй атак, конечно, делается. Он третью цеху... Посмотрите, я не понимаю, зачем он так вот леет. Два циклона. Четыре хелбата на такой стадии идут пуш. Куда они шли вообще, эти юниты? Я понятия не имею. Если честно. Так, Роу еще не может добиться. Наконец-то танк упал. Ваня добил в итоге. ЦЦ в третьей так и не села. Но это ГГ. Это 1-0 Ваня, в общем-то. ГГ. Так, ну что ж, вторая карта у нас, соответственно. Бля, как мне эта игра. Тега достала, а кто шарит, чтобы как сделать, чтобы она не открывалась. Этот чат с саной, блин. Просто уже задолбала вообще она. Заходишь, что здесь, ну, игротека открыта, короче. И, блин, чат открывается. Точнее, почему он открывается и тут схватка типа стоит, я даже не знаю. Поехали. Продолжение следует... 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 Так, ну что же. Так, ну что же. Так, ну что, бларевчик, короче. Так, создаю, короче, хостя. Так. Чарлик, выйти, хотя я выпускаю Чарлика, ребят. Ну что, второй матч. Будут все здесь. Так. 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 Так, ну что? Рева тут или нет вообще? Поехали, да, в лай против Ревы. Вторая игра нашей группы. 0-2 проиграл Кванто. Ваня его выиграл. Вот. Ну а теперь вторая пара за право сразиться в лузерах с Квантой, соответственно. Он в лузерах будет играть сейчас. Вот. Так, из рекламы пилю. Помните про лайки, подписывайтесь на премию, поддержите меня. Канал нужно... Ну все, короче, 50% канала идет на лан-турнир. Вот, в призовой надо собирать его. Потому что до достижения цели еще... Еще долго до достижения цели. Так, давайте-ка можно... Так, все, игрока... Проставил сюда, чтобы было видно. Соответственно, Ревокс через разведку играет, что очень даже удивительно. И через пул получается. А Блай играет пул первый с мейном. Причем Рева видит, что хата не ставит. У него какие-то тут явно подозрения есть. А он поэтому, видимо, так и реагирует. Заказом пула, соответственно. Не самого раннего, конечно. Так, пошла еще одна хата. Так, очень долго, кстати, Рева Блайа хату не давал закать. Ну, Блай в итоге, видите, где закал. Сейчас Рева это поймет и уйдет сам. А здесь собачки прибегают. У Рева тоже выходят шесть штук. В принципе, он все здесь контрит и очень даже неплохо контрит. Так, ну, Блай пытается хатку сгрызть, но пока что-то не получается у него. Но здесь уже десять собак прибежало. Вот с таким количеством уже я не знаю, что Реви делать. Надо дронов выводить, видимо, что он и сделает сейчас. Так, Блайа одного дронщика сжимает, потому что у дронов нету бонуса на крип, в отличие от собака. У собак-то бонус есть. Все, добыча пошла у Рева. Блайа пытается проскочить на мейлик. Он пытается проскочить. Он так, здесь долбой небольшой. Чтобы собака забежала и чтобы Блайа увидела, что же здесь происходит. А здесь скорость, между прочим, заказана. Так, спорочка пошла. Надо отменять их в перспективе сейчас ближайшую эту спорку, потому что в ней нет смысла. Так, Блайа, тут три дрона приехало. Что вообще такое творится-то? Блай дает. Просто Блайцарь вообще приехал, тремя дронами влил просто три дрона сейчас на точке сбора, блин. Так, прибегает Рева сюда. Заходит на ХГ. Сейчас у него скорость лингом будет. Можно будет побегать, понапрягать. Здесь Блайфлетку на всякий случай строит. Но Лера нужен, чтобы и Хату спасти, и на перспективу. То есть, Эволюшн плюс сейчас Роуч Ворон будет заказан. То есть, Лер Роуч Ворон это билд выхода в Роуче получается вообще. Так, зажал тут Ваня пару собачек. Это было неплохо. Так, зажал тут. Так, 32-35, короче, по рабочим Так, дадим Я чуть не понял, а что от грейда лейера Сейчас хп не появляется Во втором старике, или его кто-то еще нагрыз А кто его мог нагрызть, если у Блая даже Скорости собакам нет Что-то я вот этот момент проморгал Сейчас У Блая тоже делается лейер Блая уже обгоняет реву по количеству рабочих Хотя тем временем я вижу овера и какой-то передроб сейчас на мейн будет Но Блай все видит прекрасно, как бы, что здесь происходит И, по-моему, как-то эта затея может не удастся здесь Так, выводятся дроны, чтобы встретить собачек Овер, кстати, будет сбит сейчас на изичах Ну как на изичах? Он будет сбит, но не совсем на изичах А там и плетка есть на второй базе И все есть для обороны, получается 12 дронов еще Блая заказал Так, какими-то медленными... А, медленные собаки, может быть, пробегали вообще Так, третья у ревы готова На 10 рабочих что-то он проседает Зато у него есть 13 ровущей А у Блая нет ровущей вообще Но Блай строит 9 и 2 плетки еще Ну то есть эволюшная плеточка прикроет Плюс эти А у ревы вот 8 ровущей-то они сразу не успеют Ну то есть вылупиться и прийти сюда Плюс реводжеров пару Блай делает Сейчас ровущей плюс плетки плюс фаерболами сюда покидать Как бы можно ровущей будет отогнать Рева тоже, кстати, делает реводжеров То есть тоже будут у него фаерболы Сейчас в ближайшее время Можно из этого тоже реводжера заморфить Кстати, ну и вроде как пока неплохо получается Достаточно Кушать, потому что лимита больше Угла меньше, значит оно С другой стороны на пушки не полезет Здесь вообще никак Реви будет Так, славил фаербол Решил, что пробьет Почему-то он 3 плетки вместе с королем Вместе с этими всеми реводжерами Но я вообще-то уверен, что это не получится сделать Потому что здесь все пушки живы Здесь вообще все живо Как бы Не, я понимаю, что тут одна пушка была Но 3 пушки плюс трансьюзы Плюс там все дела, как бы И это печально очень Углая тоже плюс 1 Вот, надо как-то было реви прийти Сейчас, по-моему, стенку пошатать И заказать рабочих попытаться То есть перейти в экономику У него все прекрасно было вообще Плюс 2 бы делал бы Был бы царем бы на дальнейшей стадии С плюс 2 Но полез как бы Это была ошибка Теперь уже рабочих Тебе просто не заказать вообще Так, 102, 112 У нас тут Глай отменяет ашрева жира Делает в другом его вместе Скоро будет плюс 1 Уже грейд готов Так, от фаербола в Глай вернулся Молодец Точнее, сначала скорость Роучем доделась Потому что она скорость доделась У Глай Собаки набегаются Те напрягают жестко Но Глай их вроде как убивает Этих собак Пытается дальше идти Еще одного Равагера Покуснул Плюс 1 Буквально там 7 секунд Остается до грейда Чуть побольше Вот он делается, делается, делается Сейчас Курдаде Так, на муве сливается Здесь юниты Один Роуч получил Фаербол Не очень хороший расклад Вот сейчас только Рева заказывает Плюс 2 И... Ну это поздно Это поздно Надо было как бы не сливаться На плетках Мое мнение Ну не знаю Почему-то Рева решил Что продавит здесь Я не знаю Почему он так решил Ну тут я считаю Что Блай с позиции силы Играет с позиции Уверенного игрока То есть Более как бы Получается Он не играл даже Ну там как-то Сверхагрессивно Он сыграл билд С собаками С подгрызалити Как бы подгрыз Отступил частью собак Не стал их сливать Никуда Как раньше у Блая Бывало Занял вторую И третью потом И в итоге От оборонки Вывел вперед В общем-то Эту игру Так За окупусил Блайчик Клеер Тут от Врудлингов Убежал ГГ Писетревает А1-0 Блай Так 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 Ну что Блайчик Блайчик Докс Докс Ну что, вторая карта, ребята, у нас Так, 2-1-0 повел Ну и вторая игра Смотрите, то же самое абсолютно Блай безгазовый пул Делает и Рева зеркально Делает такой же пул, но Ага, вот уже различия Пошли, но у Блая, соответственно Хата будет и собаки и хата Заказана, а у Ревы будет Заказан газ и что Далее это будет тут, а, и газ и хата То есть у Рева скорость будет дальше То есть, видимо Это типа подгрыз Вол ин Или под... ну не знаю Не знаю, что этот билд обозначает Я даже хз Так, что-то голова у меня заболела Короче, ребята Реально час назад где-то, блин Обломно Ну Реально, как бы Через силу стримлю Вот В общем, что могу сказать Про поддержку Лана Вы знаете То есть 50% вашей поддержки на Лан идет Поэтому поддерживайте мой канал Ну и там Nation Wars идет Возможно даже эта группа закончится Он еще пойдет Но я сегодня не пас Как бы я... Что-то у меня голова болит Вообще я не буду стримить Вот завтра Украина играет Украину мы обязательно посмотрим Вот А потом пойдем на Starline Уже То есть тут есть кому его постримить Получается Как бы Nation Wars надо стримить обязательно Как? Блай домой бегает Дома аж две плетки Блай ставит А, он спалит Здесь, кстати говоря Газ на мейне Но Посмотрите Блай настолько перестраховывается Что Рео Сейчас Демонстрирует нам Майнгеймс Интересный То есть он Он делает Просто рабочих Так Плёточка Вторая Ублая Спускается Первую тоже пока не трогает Ну, наверное, перекопает Здесь такая оборона Что у Блай еще запас В плане обороны То есть Просто СД зажми И рабочих строй Все, здесь ничего Блай не надо Собачки вперед Выбегают И к нам Мастерева Сейчас третью Хат Просто запилил Посмотрите У него в прошлой игре Было все хорошо По макро И в этой игре Тоже все прям Неплохо Я вам скажу Здесь по макро У Рео Что-то он пытается А, вот он пытается Королеву Немножечко оттеснить Чтоб они овера Не сбили Королевы И, кстати, они овера В итоге и не сбили Так Оббегает Рео А здесь нихера нет Ну, хоть дрона сгрызи Я не знаю Что собак-то завел Сюда же Подать просто, что ли Прибежал Что-то тут тупит Можно выбежать Часть у лингов сейчас Ну, сюда Просто убежать И все Так Третья хата Там и там пошла Ну, вот Непонятным Просто чудесным Каким-то образом Сейчас Получается Какая ситуация Блай сравнивается По рабочим И даже в плюсе И на халяву Приходят Двенадцать Блая собак К Реве сейчас То есть придется Дронами в бой Вступать здесь И сейчас Три дрона За это уже Погибает Получается Пять дронов Шесть уже Погибает Приятного в этом Мало Но Из плюсов У Ревы есть Лэйр И Плюс один Заказан У Блая В догонку Пошел Ну, блин Как так получилось-то Что собаки На халяву Двенадцать штук Блая уже Вторую игру подряд Прибегает Просто без скорости Собаками И Ну, это становится Неожиданностью Хотя они через всю карту Бегут при этом Все Так 51-48 По лимиту Рабочих Имеется ввиду Вот Ну, по-боевому Рева Чуть даже В плюсе Вот он Ровущий строит Ему бы Плюс два Сейчас сразу По КДшечке Заказать Вот, да Пошел Грейт Плюс два И это будет Хорошая для него Ситуация Но С другой стороны Ему бы Еще бы Как бы Рабочих Подмасить Блая-то Что-то больше И Блай Заказывает В итоге Больше У Блая У Ровущий Чуть меньше Но сейчас Он строит Больше У него В итоге Количество Это растет Большими темпами Чем у Ревчика А Ревчик Еще Саплай блок Какой-то Нелепый Сейчас Отхватил Вот Сейчас пошел Выход со стороны Блая Неприятный Выход Очень Прям Неприятный Так 17 Ровущий Есть здесь Так Заказ Там А там Да Заказ Есть Время Надо просто Затерпеть Сейчас Чуточек Так Заходят Рачи На 9 часов Пошел Лайфбой Рево Вгрызается Внутри Часть Ровущего Блая Сразу же В момент Начала Боя Как-то Криво Атаковали В итоге Выходит Просто Здесь Рево Обязан Просто Отбиваться Блая Ровущ Просто Не успеет Сюда Прийти У него Только-только Скорость Сейчас Доделась А здесь Скорость Давным-давно Уже Есть И плюс 2 Будет В перспективе То есть Так Вот Ровущ С тыла Идет Еще Одного Рево Минус Ну Ступил Назад Лимиты Вообще Равные Стали И здесь 2-1 Грейда Делаются Слушайте Ну Вообще Я считаю Ситуацию Прекрасной Вот Эту Для Ревы Но Ее Еще Надо Реализовать Вы Видели В прошлой Игре Тоже Вроде Неплохо Было Все Но В итоге Блай Сидел Сидел Рево Сам Наломился Как бы Допустил Ошибки При Нападении Зачем То На Три Пушки Напал Блай Отбился На Халяву И В итоге Миша Переподписан 4 Месяца Какая Сосиска Где Сосиска Откуда Вы Взяли Сосиска Так Сосиска Миша Еще Вчера Походу Сосиска Сегодня Еще Не Понял А Все Понял Сосиску Кто-то Съел Куда-то Правда Так Плюс 6 Оверов У Ревы Все 2-1 Грейда Сейчас Будут Ребят С такими Грейдами Надо Идти Вперед Вот Это Непонятно Что тут Происходит Сейчас Ну Че Роучи Туда-сюда Бегают Сейчас У Блай Нет Плюс 2 У Блай Только Одна Атака Сейчас Сейчас У Ревы Просто Путь 2 Грейда Преимущества Нельзя Сидеть Такой Ситуацией Ну Ни В коем Случае Надо Активничать В центре Двигаться 4 Реводжера Есть Идешь Мимо Просто Фоп Овер Разбил И дальше Пошел Атаковать Просто И все Так Выходит Рева Раз Овер Минус Паербол И Дэш Очень Быстро Сейчас Еще Овер Минус Просто И все Еще Овер Минус И идти Вперед Просто Да Просто Идти Вперед 189 175 Лимиту Главное Ударить До Плюс 2 Блая Все Вообще Это Идеальный Вариант Для Ревы Абсолютно Идеальный Вариант Блая Идет Вперед Рева Дает Бой Фаербол Заходят Ревы В Ревы Армию Неплохо Но Рева Кидает Ответ Начинается Контакт Здесь Активный Блая Меньше Грейдов Намного Здесь Вообще Фаербол Уго-то В молоко Кидаются Блай Пытается Отступить Сейчас Рева Частью Роучи Идет Вперед Разбирает Нафиг Грейды Зарешали Просто Великолепно По Фаерболам Прям Репочка Идет Фаербол Правда Больше Не будет Ревы 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 Тех Вообще Отпухусил Красава 1-1 Ребятки 1-1 Рева Сравниваю Чет Четко Отыграл Слушайте Прям Прям Даже Мне Нравится Как Отыграл Грейды Сделал Грейды Реализовал Тайминг Неплохой Был Сейчас 20 Дрону Блайку Минус Падает Хат Каблай Как обычно До конца Гейминг Нам демонстрируют Абсолютный Ревы Реваджеров Минусуют Которые Морфицы Идет Дальше Плюс 2 Авлая Доделалось Но К сожалению Не зарешалось Здесь Плюс 2 1-1 У нас Ребята Так Что там У нас Третья Это Получается Бл*** Говнотека Это Говнотека Выйдет Асю Как же Бесит Прям Это Говнотека Кислотный завод Создаем С модом Поехали Говнотека 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 Так Готов Лайт Рио пока не готов, походу Поехали, в общем Все готовы? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Да и Рио не собирался ехать на самом деле, я так понял Дело такое Дима Торзок 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 Так, про Nation Wars Я уже все сказал Он уже идет Сегодня наших не играет Поэтому сегодня Starline А вот завтра будем Украину смотреть И на Starline опоздаем из-за этого Так что Nation Wars Никакого сегодня не будет В другие дни будет Но если не будет нашим турнирам мешать Завтра, соответственно, Украина Будет против Чили, по-моему, играть Она На Nation Wars Вот В пятницу я, наверное, FP только поиграю И вообще, как бы В районе 6-5 часов где-то закруглюсь Потому что на день рождения Пойду в субботу 7.00 GSL Так, интересно У NSK Reality Тема Аверс на немецкой стройке Подкачается Работает бабосиков Наймет какого-нибудь типчика Чтобы тот Прессанул реву Так это Я чуть не понял Я думал Накачается Ну и сам, типа Хлопнет, как бы На стройке А получается Какой-то наймет типчик А сам что-то Для чего качается Чтоб, типа, евроинтегрироваться Чисто, это По солидол уголы Друг другу забивать Привлекать, что ли, там, это Ну ладно Что-то тут, как обычно Короче, всем здорово, ребят Так, ну Блай тут пытается Реву прессануть У Блая есть плюс один И в этот раз Именно у него Два апгрейда делается А не у Ревы Как в прошлой игре Ну и что-то Как-то он ровучей Разводит на халяву Я смотрю Ревчиковских И вроде неплохо У него это получается Собаки, правда, вышли А, у Ревы-то есть броня Лимна Вот что он Прикол Благодаря этому Только и держится Но Блая что-то в плюсе Лимит Не хватает Очень скорости Рачам Реве Он сейчас Блай Сжимает В итоге начинает Их заплёвывать Собаки Всё новое-новое Выходит Может быть имеет смысл Рево с жиролингами Сейчас пуш какой-то Провести Реве Я думаю, что он Это и собирается делать Сейчас ещё одного Роуча Он поймает Сто процентов Хотя не, не поймает Ничего вообще Чили А как это В смысле Не понял То есть Украина Всё прошла Что-ли Так это значит Отлично Юра Мы сможем Тогда завтра Спокойно Старлайн Застримить Что-ли Похоже Что-то Где ты прочитал-то Вообще Вроде пока Что там Никакой Нфу нет Матч стоит Как 113 114 По лимиту У Блая 2-1 Агрейд У Ревы 1-1 Ревы Всё вкладывают Сейчас Боевой лимит Сейчас Получается Тут Сейчас Зайдёт Блай А вот Он видит Овер Ещё один Летает Мимо Фаерболла Пошли Между прочим Тут что-то Роуч По крипу Ревы Бегают То есть Он что Собирается Делать Так Фаерболл Ему вернулся Ещё раз Слушайте У Ревы Хороший Боевой лимит Я должен Заметить Так Фаерболлы Правда Попадают Одного Ревы Джироблая Минусует Но только Одного Надо ли Лезть на ХГ Здесь По-моему Вообще Не надо Реве Туда лезть А у Блая Уже Между прочим Лёркер Дэн Пошёл Так Слушайте По лимиту Пока Ещё Более-менее Приемлемо Для Ревы Вообще Всё 2-1 У Ревы Тоже Готово Но Проседает Уже По лимиту Серьёз Там Блая Рабочих Подстраивает Лёркер Дэн 4 Гидра Риска Сейчас Уже Люра Будет Заморфлен На Ближайшей Перспективе Ревы Покороче Делает Слушайте В плюсе У него Даже Лимит Смейна Что Прям Слишком Много Рабочих А то Здесь Б хоть Два Оставил На Этой Минеральных На Двух Этих Минеральных Вообще Так Три Три Плёточки Блая Делает Что-то Какое-то Затишье В общем Все Сели И сидят Просто Никуда Не Вылезают Что Ублай Пассивен Что Реву Пассивен Ублай А хоть Уверсиры Летают Что-то Контроль А у Ревы Что-то Контроля Особо Нет На Карте Вообще Так Еще Роучи Дел Смотрел Плюсе По лимиту По боевому Это очевидно Да Как бы Но Против Проблем Потому Что Такой Боевой Лимит Против Люры Не Может Драться Нормально Особенно Если Ты Нападаешь Как Вот Если На Неплохо Это Может Получаться Так Минус Овер 129 На 180 В пользу Ревы Племет Здесь Люра Везде Просто Ублай Так Ну Блай Сейчас Бесхитростно Сыграл Можно В таких Ситуациях Дать Стоп Люре И потом Залпов Пару Сделать И ГГ Напишет У Оппонент Во втором Старкрате Вообще Этой Фихой Не пользуются Хотят Делать Элементарно В первом Там Надо было С оверами На В первом Там Надо было На Холд Короче Ставить С оверами Там И т.д Пытается Ревчик Кретий Зайти Чё-то Не получается Получает Контр Забегание От Блая Хорошая Роучи Такое Прям Блая Лимита Меньше Но Здесь Уже Все Упадет Сейчас Рева Решил Что Прям В лоб Пробьет Прям На Люру Приходит Фаербол И словил Люркеры Просто Унижают Колеми Своими Ребят Это Это Дичь Дичь Творится Но Вот Если Приводу Атаки Роучами Это Сделал И Пробил Может Что-то И Получилось ГГВП Но Это Был Полный Провал Неожиданное Забегание Роучей Получилось Очень И Ну А тут Люркера И Пробить Тяжело Тем более Прироста Нет А Там Падает База То есть Когда Такая Ситуация Надо Запасом Пробивать Еще Получается Вот Ну Что Ж Продолжение следует Так Неоновая площадь Короче Говорит Кванта Рева Любезно Предоставил Ему Выбрать Карту Ситуация Кванта Ситуация Кванта Так, ну что, готово ли я спрашивал? Так, кванта готов, все готовы, поехали, ребята, в общем, пилю рекламку, 40 минут не пилил, помните про блоги, подписывайтесь на преми, поддержите меня мой канал, что-то пока только один преми, сегодня больше нифига, а не, вру, фолинджер один рубль донил, вот. Короче, и помните, что у меня его канал поддерживать, все идет в призовые, короче, вот. Все идет в призовые, соответственно, нашего лана, который будет в ближайшее время проходить. 14 апреля, соответственно, ревчик успевает и перед игрой еще, ха, блин, ну треба, короче, красавчик, успевает перед игрой, реально еще тут в чатике, короче, вот это мультитаск, вот в игре надо такой мультитаск. И тут пободаться успевает щелом там, стеди 256, и успевает, уже игра началась, я это просто вижу, тайминг как бы. Это скилл, ребятки, это скилл. Так, кстати, через буквально там минут 20, даже чуть меньше, по-моему, Союз стартует пилотируемой ракетом, есть стремец, надо будет немножечко глянуть краем глаза, ребят. В общем, первый матч ревого Кванта, ну, я бы не сказал бы, что вообще без проблем Ваня выиграл. Первую игру, конечно, без проблем он выиграл, но второй понапрягал Кванта своим выходом, мне показалось, что Ваня может там и немножечко растеряться вообще. Но не растерялся. Так, посмотрите, что Кванта отыгрывает в первой игре, то есть это не какой-то мех, соответственно, а это выход во второй барак очень ранний, то есть получается это будет Био у нас. Ну, Био это интересно, конечно. Посмотрим, как тут Рева справится с этими. Био. Так, причем это что, без Рипера Био? Штанец с Рипером, Ру. Вот он прилетел, уже Рипер шатает. Неплохо. Зачем-то по хате пострелял, это ошибка была. Да, пошел стим, соответственно, смотрите. Два барака здесь делается, это Био очевидное. Рева прекрасно видит, что здесь два барака. Видит и факту. Ну, надо Старфор Тирану заказывать, соответственно, реактор под него. Вот что и происходит в данный момент. Марики вроде устроили, 16 мариков дробуют. Так, Рипер пролетает. И что он увидит? Ничего он не увидит, кстати. Ну, я подумал, зачем, может, Рева Нидус хочет сделать таким билдом. Но, увидев Био, Нидус, понятно, сразу становится, что не пройдет. Потому что тайминг стима по этому билду хороший. Ты сейчас должен построить, я имею в виду, зерк. Нидус, Роуч Ворон, закройте Роучи. Сделать сюда Нидус. Вы, как раз, стим будет. И на стиме просто можно его убить, этот Нидус. И все. И все. Так, пошли две инженерки. Союз Божих хранит космонавтов. Вообще, о чем речь не понял. Что их там хранить? Тем более, там два астронавта и командир корабля наш, космонавт, сегодня стартуют. Короче. Это необычный скин на Мариков. Дропчик на мейн летит. У Рева шпиль. У Ревы бейны. А на мейн еще защищаться не надо, что ли? О! А собаки все на третий. А дроп на мейн прилетает, между прочим. Ну, правда, тут как-то, мне кажется, пробить лэйр будет прям очень сложно. Надо стимиться еще. Стимится кванта. Лэйр минусует. Слушайте, загрузился. Улетел. Я бы сказал, для Ревы начало так себе, мягко говоря. Ссылочку на стрим. Сейчас дадим ссылочку. Там наверняка есть еще у нас эти... Наверняка есть и другие какие-то ресурсы, где стрим идет. Ну... Так. Ушатал здесь Крив. Решил рубить Бьяна Кванта. Это была ошибка с его стороны. Бьяна Крива получилась врубить. Он просто отдал сейчас... Мариков пачку значительную очень. Так. Ну, Рева настигнет. Дропа тут, собственно говоря. Так, медиваки ловят. Слушайте, ну... Просто надо против такого билда. То есть, если бы даже без бейнов, хотя бы собак штук 10 было бы на мэне у Рева, он бы не потерял бы Лэйр. Это очевидно абсолютно становится. Ну и так для него это не поражение, собственно. Он пока что тут развивается, отстраивается. Ну, там 1-1 грейды, между прочим. Увеличивается продакшен и будет опасно дальше даже вообще. Интересно еще, какой у Кванта Пинк. Потому что он все-таки в Корее живет. Явно большой. Вот. Может он проксикими-то, как вердо, используется. Ему попроще здесь, не знаю. Один с муталисков сейчас в мигсе есть. Так. Маленький приходит. Тут один криптумор только успел врыться здесь. Причем так просканил клант, что до криптумора тупо не достает. Как бы у Рева сапплайвлок, и, кстати, просто у него... Так. Просто у него ничего не строится. Сейчас, потому что оверов нет. Ну, по рабочим флюсе вообще. 2-2 у тирана. Третью цеху заказывает. Ну и выход идет достаточно мощный. 39 мариков здесь есть. Это много. Плюс 2 минки. Еще 2-2 абгрейдов бы дождаться не помешало бы. Ну, не дождался. Опять скан. Один криптумор обнаружен. И опять один в тылу остался. Мимо кидается вообще. Так, выманил линга. Сейчас лингом залп минки репчика. Кланты. Забегает вперед. Ох, как минка забомбила. Сейчас-то жесть какая-то. Ну, сминается. Все, нафиг здесь Ревой. Но. Одновременно-то получен дроп еще на мейн с одного медивака. Здесь медиваки Рева догонят 100%. 2 минус нул. На мейне отбился. Кстати, экономические потери минимальные. Что мешает залететь на мейн? Зашатать мейн, например. Ну, пока ничего, по-моему, не мешает это сделать. Так. Марики загружаются-разгружаются. Рева просто муту назад отвел. Для того, чтобы перехватить тупо этот медивак. Иначе он будет долго еще напрягать. Этого муталиска сразу назад надо было отводить. Так, ну, ноль бы потерь было муталисков. Но Рева не отвел. Мутала потерял. Четвертых стихата есть. 1-1. Ток доделал с грейды. Счетвертых 2-2 были против. 0-0 тайминг. Где-то в несколько секунд. Может, в 7-10 как бы. Так, еще один медивак на мейн летел. Могло сейчас Реве повезти. И он бы мог сбить его на халяву. Но не повезло. И мимо пролетает в итоге. Зато, смотрите, везет тут. Кванта делает выход. А что боится-то Рева еще? Не понятно. Так, собрал всех рабочих тут туретку. И тут еще выход. Так, вот он видит. Видит Реву выход на амуту назад вести. И что он делает? Муту назад вести. Беллинги есть в продакшене как бы. Так, походи-то на третью. Он ломит. Стуретка убивается. Пришли минки. Минки тоже убиваются Ревой. На третьей базе экономика уничтожается. Дробчик на мейне принимает собаки в этот раз. Здесь Бейны есть. Ринга Беллинги заходит. Так, Беллинги. Ну так себе сплит здесь у Бейнов, я вам скажу. Зато ЦЦ у третью Реву убивает. Но если он здесь и сейчас не отобьет, все плохо будет. Ну собак, хорошая группа, бежит. А что Рева боится-то? Собак просто просрал всех сейчас. Ой, точнее хату просрал на халяву. Здесь тоже добычи в итоге нет. Какой-то бред вообще происходит. Но зато ЦЦ у минуснул. Тиран на двух. Теперь живет новый. Тиран это 3-3 апгрейды. Это жесть. Так, вообще какие-то передропы идут странные. Бейны заходят на хг, мута снизу на лоу-граунде. С мариками дерется, нужно что-то делать. Надо чем-то муталискам помочь. И сверху, и снизу желательно помощь эту делать. Так, собаки вообще... Опа. Минки разминировал хорошо Рева вообще. Медиваки улетели. Здесь еще марики бегут. Сюда 61-60 по лимиту. Тут продолжение выхода получается. Ну, по-моему, диссизия. Ворона дальше будет. Так, видит Рева, что выход к нему идет. Скан проходит. Молоко кот ничего не видит кванта. Сейчас 2-2 в 2-2 как раз-таки будут грейды. Наоборот, Тиран мог 2-2 на 0-0 левый подраться. А в итоге дерется 2-2 своих на 2-2 Ревы. Сейчас вот через пару секунд будут грейды. А 3-3-то еще только через секунд 15 будут. То есть тут на центре Рева с паритетом по грейдам. Просто разваливает фламп все. Минка залп делает. По муталискам как больно прилетает. Но кончаются просто все медиваки. Еще 2 Рева принимают. Слушайте, ну тут похоже... Похоже ГГ-нчиком попахивает. В первой карте вообще. Но еще не факт. cross... ... ... ... ... Так, что там со стримом нету? Ребят, как стрим идёт, сообщите мне, хоть и через задержку. Я вот открыл свой стрим, по-моему, прекрасно всё работает. Так, восстановил Рева четвёртую опять же. Дропчиком на мейн залетает ещё раз оппонент Ревы Кванта. Ну, тут некуда дропнуться, тут везде Рева законтролил. У ультралов уже панцирь есть, и есть ультра, ребят. Тут карманная дропа, я чуть не понимаю, почему не хочет поймать у нас Рева. Здесь какая-то группа мариков странная очень гуляет. Так, заходит Рева, минка минус, может имеет смысл прямо на золо туда ворваться. Попытка минуснуть ультралис кевер, не, он погибнет ультралис кевер, но уже у Ревы будет 5 ультралисков, 6 к этому времени даже, и у них будет панцирь. Так, ну всё с ультра Рева. Рева идёт вперёд, слушайте, ну я говорю, лейр потерял, конечно, но ещё можно было собраться в этой игре и втащить, что, собственно, Рева нам и демонстрирует. Очевидно, что уровень повыше его, как игрока, чем у Кванта. Но он, тем не менее, отборочно это прошёл, молодец, что тут говорить. Можно, по-моему, лоб уже идти пробивать, я не знаю, чё, Рева тут бегает зад-вперёд, почему не хочет напасть и убить просто. Может, он неправильно оценивает ситуацию. Видимо, да, видимо, не на исходном, короче, качестве, ребята, там чё-то проблемы какие-то. Так, ну кого лагает в описании канала, всё есть, соответственно. Прот. Так, пошла атака, старела. Мута где-то непонятно, где место, слушай, в либераторов. Минус нить, мута снизу чё-то делает, я понимаю, чё Рева делает-то. Минус нить-то эти три либератора, ультралы, всё в хламу развалят просто, в итоге этого и не происходит. Вынужден отступить, сейчас 3-3 грейды доделываются, как бы. Ну вот. Короче, с моей стороны проблем нет, в лёвов случае не с моей стороны проблемы, поэтому тут дело такое. Рекомендую воспользоваться галочкой, убрать лаги, попробовать, может быть, это поможет. Так, муталевские либераторов минусуют, ультралы вперёд идут. А чё бояться-то тут вообще? Мута прям на либераторов убивает, ультралы оттеснили био, ГГ пишет кванта, 1-0. Вторая карта. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, погнали! До запуска, кстати, буквально всего ничего осталось Где мой телефон-то? Вот мой телефон Ребят, помните про логи? Подписывайтесь на премы, поддерживайте меня мой канал Половина средств идет, естественно, в призовой фонд нашего Лана Поэтому это необходимо И благодарен не только я буду, а и игроки наши тоже вам за поддержку Вот Так, ну здесь 17-я хата газпул Блэкпинг у нас на часе кванта На 7 ревчиков 17-я хата газпул А здесь стандартная газбарак, реперцы, цеха, факторка Вот, 1-0 лево ведет Сейчас будет вторая игра Так Ну что у нас там? Сколько готовности там? Надо звук дать, может? Как раз сейчас Космонавты стартуют С астронавтами Сколько времени? 2-43 минуты осталось Получается Так, тут факторка, реактор Репер есть, мариков не будет, похоже А у ревы что? 2 королевы, 4 собаки Тоже абсолютно стандартно все Все, репер полетает Начинает шатать Сейчас дам картинку запуска на пару секунд Минуты до контакта подъема, Гавайи Принято 16-3 минуты до контакта подъема На борту в порядок Старты готовы Земля борт Вас понял Земля борт Ну репер полетел, пошатал Ничего не произошло Давайте пуск вам покажу просто А потом вернемся в игру Потому что сам хочу глянуть Тут буквально минутка надо старта Вот пока там пацаны Побегают немножечко Ну что, минута Уже меньше Пуск, бортовое питание Пуск, бортовое питание Зажигаем сигару Зажигаем сигару Зажигаем сигару Зажигаем сигару Пуск, вы подождите Предварительно Предварительно Ну что, ушла, родимая, ребятки. А тем временем, смотрите-ка, что тут творится-то. Прибъехали гилища. Слушайте, нажгли они, нажгли гилища. Нажгли гилища, ну всё. Ушли космонавтики. Так, погодите, скорость роуча-м роуча? Ага, и Нидуса никакого нет. Здесь армор и здесь мех, похоже, будет. 20 клонщика делаются. Но у тиранов всё надёжно вообще. У тиранов всё надёжно. Соответственно, Рева выходит в третью хаттл. Но Рева и в прошлой игре, казалось бы, из не очень ситуации вытащил. То есть я думаю, что унывать пока не стоит. Там от буквально четырёх погибших дронов, как бы, и собак этих. Нужно просто развиваться. Нужно просто развиваться. Не, три космонавта. Один космонавт и два астронавта сегодня летят. Вот так вот. Ну, Ревчик копит рачей. Такое ощущение, что он протоковать тут хочет у меня складывается. А всё, скорость готова. С королевами, да, пошёл выход. А что мешало для них сделать эту загрузочную какого-нибудь овера-то какого-то? Прибежали, что, троущий, походил, что-то вза-вперёд. Рева. А, у него скорости нет овера. Вот в чём проблема. Королевы тут вперёд. Рачи приходят, 66-28 по бою. Но от королев ждать, иначе плохо всё будет. Пошли реводжеры несколько штучек. А танки есть. Вот только-только первый танк сейчас заказан. Короче, придётся выдерживать этот... Ап-ап... Этот серьёзнейший прессинг. Трансьюз по реводжеру пошёл. Фаербулы в рампу летят. Баншами. Кванта тут отстреливается. Неплохо отстреливается, я должен сказать. Ну, боевого лимита что-то прям очень много. Не понял, а зачем ты его забанил-то сейчас? Вроде что он ничего не сказал. Короче, лево пробивает, ребят. Это 2-0. Королевы пришли. Ещё какой-то пуш оказался сильный для кванта. Ну, не знаю, задержка, видимо, вообще. Задержка, видимо, вообще ещё решает у него. Плюс... Ну, плюс с уровнем пониже всё-таки он. Как игрок. Мне кажется, буквально недавно увидел. Но если будет трениться, как упорные корейцы, то, судя по всему, сможет вообще. Продолжение следует... Так, всё уже... Сколько там у нас? 2800. А, адрес. Прошёл гарантийный, он был так, а деспителя, 3 ступенья. 2900. 2 ступенья есть? Ну, всё, вышли, короче. Так, влайп против Вани. Так, катализатор. Катализатор у нас. Первая карта. Ну, а Рева ждёт проигравшего Блая Вани теперь. Посмотрим, кто это будет. Я думаю, Ваня готов посопротивляться против Влая, а то и побеждить. Побеждить. Поехали. Все готовы. Стартуем. Продолжение следует... Да, это только что корабль стартанул пилотируемый. Ну что же, Ваня против Блай, ребят, начинает у нас. Это матч Винерский, получается, впереди этот матч и Десайлер. Осталось три игрока, Ваня, Блай и Рева. Они-то и распределят между собой два места. Третий, как говорится, лишний. А Кван-то пошел отдыхать. У Кореи, наверное, уже позже. Так, который удалил-то сообщение. Ну, я видел, как бы, но многие даже не поняли, о чем он говорит, как бы. Вот. А так-то дурачков-то хватает всяких. Я не думаю, что надо сразу банить всех на месяц там и так далее. Тут шкарится уже... Что в голове не исправить. В общем, ребята, 17х-то газпул от Блая. Опасается он какой-то агрессии от Вани. А что это за агрессия вообще? Это агрессия с какой-то подгрызалити небольшим. При этом все, у Вани уже рабочих больше нас, чем Блая. Перекапывается плетка. В итоге у скорости, смотрите, скорости у Блая нет, ручим. Вани интересное здание сейчас заказывает. Смотрите-ка, какой ранний-ранний лэйер руч пошел на 2.55. Это что значит? Что он явно хочет во что-то такое выйти? Типа лэй... А, да, эволюция, лэйер руч-ворон. Лэйер эволюция, чейн руч-ворон. То есть это плюс один руч и со стороны Вани будут. А Блая что? А Блайк своей плеткой ждет, сейчас тоже заказывает лэйер. Ну, чуть все позже будет вообще. Так, вот здесь плюс один. Здесь руч-ворон сейчас повеет. Второй эволюшн. Уже готов лэйер. По рабочим, правда, проседает Ваня каким-то образом. Ублай выходит вперед. Ублая плюс 3 газа и такое ощущение, что Блайк как будто бы шпиль хочет заказать у меня складывается. Может, Блайк раньше частенько так играл, шпиль первый. Может, так и будет? Да, пошел спайр. А, Вань, я не понял уж, как это... В чем там прикол? Да, удалил. Ну, вот если Ваня сейчас просто-напросто бы вместо этих рабочих встроил роучи и в тупую сделал бы выход вперед, а... Ты его до конца стрима... Нет, ты на месяц его выпилил. А, до конца стрима, да. Ну, ладно, хер с ним, короче. Сюжет теперь забей. Я что-то сам не понял ситуацию. До конца стрима можно было выпилить, на самом деле. До конца можно было выпилить. Ну, теперь уже пофиг. Короче. Рабочий строит. Вань сейчас только роучи начал строить. Сколько у него вообще роучи? 5, плюс 8. На муве надо выход сделать. Там-то шпиль уже готов. Придется третью кату отменить, а дома как-то готовится уже к муталейскому блаевскому. У него уже есть возможность 6 штук просто муталей заказать. Здесь 4 плетки, кстати, есть. Блай готовится встречать Ваню вообще. 2-1 у Вани уже апгрейды прошли надземные. 2-1. Это очень серьезные игры. Я думаю, Блай даже еще не пытается пока даже заказать грейдики. Но если он муту выдержит, ну, по вот такому количеству плеток, это очевидно должно быть, что там муталейске. Здесь так и есть, мута прилетела. Ваня решил, что прямо в лоб лежит, сейчас нападет. Да куда-то там на 4 плетки-то. Видит муту вообще. Что-то странное здесь делает. Спорки заказывает Ваня. Королева есть на 3-й. Это тоже спорка. Как бы не помешало вообще-то. Врачи ушли здесь. Спорка не помешала тоже. Так, минус криптура. Мутка здесь налетает. Что-то 2 королевы против муты. Они не справятся здесь, как вы видите. Трансфюзики пошли. Прибегает Линги от Влая. Короче, на халяву королев забрал. Сейчас еще мута прилетела. Что за хель-то? Что-то муталец как-то там. Ваня потери какие-то высокие становятся. Он нервничает. Что-то вперед бегает. Ублая 9 муталей. Собаки. Просто Блай здесь что-то Ваню начинает нагрызать по всем направлениям. Гидралиск первый выходит. Сразу Блай его минусует. Этого первого гидралиска. Я не знаю теперь, что Ване делает. Ему только за счет грейдов можно пытаться сейчас тащить. Будет. 4-5 оверов еще здесь подставятся. Ну понятно, что Блай играет на уверенности здесь действует. Просто шатает получается. Блай уже опытный игрок. Очевидно, что он не будет нервничать на старлайне против Вани. А Ваня, видимо, как-то нервозно сыграл. Я не понимаю, зачем он 8 рабочих строил. Строил бы он сразу роучий на выход бы. Он бы просто пробил бы. Но решил тут как бы рабочих построить. И в итоге похватил за это. Минус еще 2 королевы вообще. Так, 75-62. В пользу Блай, третья хата готова. У Вани 2-1 грейды, но они ему не спасут. Так, у Вани надо пытаться третью, видимо, восстановить базу. Грэды 2-1 есть. Лимит боевой очень даже неплохой. Пока Бэйнов у Блая нет. Можно вообще вот прямо сейчас убить пойти, на самом деле, попробовать Блая. Блай, кстати, там роучи заказывают с десяток сейчас. 12 гидролисков на грейдах 2-1. Муту с нулевыми грейдами разложат просто в мясо. Роуч на изичах выдержит собачек там этот выход весь. Плёточки перекопались у Блая сюда. Есть королева, но заходит Ваня, кстати, у него, смотрите. Что бы гадится-то Ваня, не понял. А вот сейчас вот на развороте бой даёт. Надо из-под плётов уйти, что и делает. Ваня кайтит, муталиск, отступает назад. Грэды 2-1. Как же гидра накидывает здесь дамага. Это же просто дичь какая-то. Блай, кажется, понимает, что зря он здесь дерётся. Отступил немножечко назад. Ну а Ваня не строит третью хату. Вот где у него проблемы. У Блая экономика просто намного сильнее. 115-78. Ну как же Блай задолбал вот с этим неделанием грейдов. Ну вот вроде, вроде уже просто вот сколько он игр из-за этого проиграл, сколько у меня горело вообще по этому поводу. И всё по нулям грейды. Сделай ты хоть одну атаку, уже другая ситуация будет совсем. 2-1 грейды против 0-0. Доминация полная. Ну тут гидра приходит. Ваня странно, он с двух бас решил попушить. А за что это вообще такое? Так, заходите. Что-то Бэйный. Ваня странно, это вещи делают. Если бы Ваня сейчас третью хату ставил, он бы смог бы артефа, мне кажется, нормально сыграть вообще. Так, Блэк Пин, вторая карта, поехали. Привет, Рэмс, привет всем. Как-то не готов был Блайник к шпилю Блая, а Блайка шпиль часто играет. То есть на самом деле надо быть готовым к таким билдам со стороны Блая. Так, поехали, Блайк взял синий. Так, ну что же. 1-0 Блайк, карта номер 2. Ваня, Блай, Ваня. Карта Блэк Пин, называется Ваня красный, Блай синий, получается Ваня на 7, Блай на часе находится. И Блай играет пул первый, ранний пул первый, двенадцатый. То есть это подгрызали эти хатки вот этой. Что же Ваня сыграет? Играет ли Ваня? Нет, Ваня пул и первый играет. Но если он и будет играть пул первый, то какой он будет пул играть? Или он будет стандартную хатку играть? Если он будет стандартную хатку играть, а похоже на топ-оп под заказ вот этих рабочих, вот, то тогда, как мне кажется, может он затерпеть. Так, пилю рекламу. Если вам помнить про одлоки и репзики, подписывайтесь на премы, поддерживайте меня мой канал, обязательно. Вот. Идет призовой фонд Лана, половина средств. Сегодня вот спай, как обещал, десяточку прислал. На десяточку призовую увеличил сразу я, чтобы быстрее сбора шли. Потому что, ну, он давно обещал, я не стал 50% забирать, хотя собирал сейчас. Хотя, после 80 тысяч собранных, я говорил, что 50 на 50 будет, но нужен нам призовой, короче, на турнир, ребята, чтобы была мотивация приехать, ну, игрокам. Ну что, прибегает Влай. Нету пула еще у Вани, соответственно, здесь собаки начинают активно нагрызать. Пару сотен хп до готовности хату. Успел их пару, они 400 хп успели сгрызть, пока броньки не было. Продолжает Влай кусать в ту хату, уже пол хп примерно упало. Вот сейчас уже ниже половины падает. Здесь пришли дроны, один минус сразу же. Ваня пытается с дронами отковыряться здесь. Влай активно контролит лингами против дронщиков. Дает бой. Три дрона уже упало. Ну, кстати, Влай хату не минуснет. Влай хату точно не минуснет. И вообще он зря, мне кажется, бой здесь давал. В итоге, смотрите, слил просто собак. Хочет Блай еще минуснуть. Ваня одного дрончика не получается. Что-то никак. Ваня прикрыл его. В итоге 5 всего. Убил Блай. Здесь заказывает он именно дронов. Вообще у дронов. А что, Блай, не боится вот такой фигни? Здесь 12 собак бегут, и скоро им скорость будет. Испания вообще ПСЗ зажал бы. Он вообще Блай сейчас развалил бы нафиг с такой политикой заказа дронов. Две королевы есть. Так, ну тут Ваня тоже начинает тупить. Одна собака вперед, одна уже минус, короче. И вообще, посмотрите, боится бегает. Бегает, боится. Ноль вообще юнитов здесь. Хоть бы пришел, проверил бы вообще. Здесь ноль юнитов боевых, а Ваня даже не зашел ни по какой-то осу. Уча зайдет, здесь один собак на скорости, кстати. Ну тут уже три королевы, и... О, Ваня мимо. Эта королева пробегает. Блай на мэй не реагирует. Королеву не ныкает. Сейчас между хулом и хатой. Так, вообще, потерь практически не понес бы никаких бы. Дроны катаются у Блая, кстати. На пряк это для Блая очень серьезный. Ну, слушайте, Ваня то, что отбился, это вообще великолепно получилось. Если Ваня тут просто доминирует. Смотрите, начальную стадию. Очень тяжело будет влазать, ситуации тащить. Это не как в прошлой игре, соответственно, ситуация. Десять дронов, минус это очень много. Нет возможности ЛС заказать. Вообще нет возможности ничего сделать. Газа даже нет вообще. Что, по 100 рублей был за 5-8? Нет, по 100-то. Я же сегодня говорил уже, по 100 выделю. Ну, ты что-то на какие-то высокие места, по-моему, мечешь слишком. За 9-е, 12-е это там нету, как бы. Или нет, 9-е, 16-е там. Нет там, ну... Это уже не потянет мой бюджет. Если я по 50 туда еще всем выделять буду, то это уже, сука, получается. 9-е по 16-е это... Ой... Это 8 мест, ё-моё, это еще 4 сотки, что ли? Это уже 8 соток ты гонишь, что ли? Это вообще не серьезно. Так. У Ваня плюс 1, лейер 3-й хат, 35-29 по рабочему. Я не знаю, что Блай, честно говоря, делать будет в этой ситуации. Но это очень тяжело будет. Чтобы он не хотел сделать, ему будет очень тяжело это сделать. Так, вот тут дом и демодженная хата Ваня до сих пор. Тут 3 дрона на 3-ю же добывают. Ну, Ваня Роучи начинает строиться. Мув делает. Все, что нужно Ване сейчас, это просто строить Роучи. Пойти просто, охлик сюда, втопить и пробить Блая. Все. Теперь, да, в этой игре даже Блай, я уверен, что Блай даже плеток не сможет столько наматчить, чтобы сдержать от Вани на лом. Потому что Вани реально будет очень много. Вот залетает Оверсир, но Блай сейчас его собьет. Какое-то странное направление для врыва Оверсиром было избрано, признаться честно вообще. Еще и соплай-блок слопотал. Сейчас еще 8 Роучи будут на аутвыход делать сейчас, Ваня. Так, 4 Овера еще строят. Все, пошел вперед. Никаких плеток, ничего вообще там нету Блая. Собаки мимо пробегают, Роучи дополнительно еще идут вперед. Сколько их уже? 16 штук. Плюс 1 будет, да, там только 7 заказано в данный момент. 66, 92. Не, ну тут как бы, я не знаю, здесь не получится. Ну тут Ваня пришел, Блай его окружил, все просто. От фаерболов увернулся. Прошел внутрь Реведжера и минус. ГГ пишет. Блай, третья карта нам нужна. Так, какая? Кислотный завод, третья карта. Поехали. Ну что же, пока непонятно, с кем будет Ревчик биться в Десайдере. Это может быть как Ваня, так и Блай. Вы видите, как уверенно Ваня провел вторую игру и отбился от Блая врыва и легко просто довел до победы. ВЦС поинт. Ну, один поинт, первое место. На турнир есть? Нет, ни ограничений никаких нету. Ограничений, абсолютно никаких нет. Как среди зрителей, так и среди игроков. Взноса на турнир нет. Приходите, участвуйте бесплатно, как мы и хотели. Можно было бы взнос делать, но не хочется, ну, участников. Чтобы для кого-то это стало проблемой. То есть, пусть кто хочет, тот придет поучаствовать. Завязывание скилла только использование слабости и билда твоего оппонента. А использование слабости и билда твоего оппонента, это к какому разделу, как бы, относится Старкрафта? Микро, макро, понимаем, ну там. Что это вообще такое? Мне кажется, это один из компонентов скилла наравне, там, с макро, микро и т.д. Потому что, если ты не можешь использовать, то, как ты называешься-то тогда? Так, 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 так. Так, семнадцатая хата, газпул от Блая, Блая решил, что против Вани что-то не очень хорошо работает, соответственно, вот этот билд с пулом первым, и решил сыграть стандартно. Ваня тоже стандартно играет, абсолютно зеркальная ситуация, кислотный завод, Ваня на одиннадцать красный, Блай синий на пяти. По рабочим одинаково, тайминги практически одинаковые всего, Ваня вот тут дрона заказывает, а Блай две собачки заказывает. Так, и Ваня две собачки заказывает, что у Вани как-то на личинку больше появилось, откуда что ли, или АХЗ? Откуда там всё это взялось? Холин, Джон, Рой, Метро, Овсе, пусть полюблю, скинут. Слушай, он так может зашиковать слишком сильно, глядишь, что он ещё и на дошек тогда наберёт-ка его. Надо как бы лимит установить. Тройка-то у него есть, там, наверное, Карсук там, Трицаха по тройке сейчас, тридцать пять. На тридцать пять человек, чтобы ни больше, ни меньше, а то вдруг там пятьдесят рублей ему скинут, я не знаю. А, надо туда-обратно, семьдесят надо точно. Вдруг сто скинут. Короче, ребятки, Ваня тут встречает Блая подгрызающих собачек просто на третьей базе своей. Он ставит третью, как вы видите, делает Беллинг Нест, а у Лая Эволюшн Роуч Ворон и Блая Лэйр, то есть это Роучи будут очевидные, да, как бы. Здесь собаки бегают рядом с Мэном, одна собака сзади, тут на скорости всё сгрызается. Эволюшн Ваня сам ставит, но это будет более поздно, лучше Сороуч Ворон с Эволюшном. Ну вот стенка подъехала на этой карте, такая необычная, да, кстати, стенка за аргуми делается. Так, тут Ваня не пробежать, всё надёжно, но Блая, Блая решил, что нафиг, чтобы собаки к нему забегали, и правильно. Заказывается газа с рабочими, которых минералы были, это сразу Блаю... Блаю галочку ставим, конечно, ещё страйк не выносим, но так. Дроны должны сдавать минералы. Слушайте, плюс один вообще одновременно заказали Ваня с Блаем, что самое интересное, игры Дэ. Тоже у Ваня делается Лэйр, тоже у Ваня делается Роуч Ворон, более поздний, правда, чем у Влая, намного более поздний. Но сейчас заказать несколько рабочих Ваня, пока Роуч Ворона нет, накопить немножечко рейсов, и тогда к моменту атаки Блая, а Блая наверняка будет атаковать, может, будет его хорошо принять. Ну вот сейчас Ваня, уже в данный момент ему просто нельзя ни в коем случае больше дронов строить. Потому что Блая 8 Роучи заказывает, Ваня может думать, что Блая будет, типа, как супер, блин, профессионал какой-то там, кореец, не знаю, построит 8 Роучи и будет дома сидеть и хату закажет. Да я уверен, что Блая сейчас просто до конца может пойти рачами этими, попытки убить Ваню полностью вообще. Так, видит Ваня, да, видит дрона, на третью забежать сейчас. Ну не успевает забежать, черт побери, на дрона сгрызать в таких ситуациях пытаться. Дрона сгрызть не успел. А, 36 уже, охренеть, на рубль подняли, вот уроды. Так, 46-43 по рабочей, слушайте, у Вани, по-моему, очень неплохая ситуация в этой игре. То есть, как бы, сейчас более-менее вровень выходит, то есть, Блая там третью занял и пытается, как бы, под нее рабочих подстроить под выход на эту третью. Тут Ваня собаками все еще напрягает, Блая хату, как-то собаки там слились, нахрена они сливаются, вообще не понимаю. Ну, посмотрите по боевому лимиту, Ваня-то в плюсе, сейчас и Блая рабочих будет вот так вот строить, а боевого лимита не будет строить, то может он, слушайте, и затерпеть, Блай-то, 10 секунд дороже скорость сейчас. Так, пошла атака со стороны Вани к Блаю. Слушайте, Блаю там нечем дома вообще отбиваться, как бы, а Ваня-то сам чем дома собирается отбиваться, неудачно. Но 7-0 еще у него строится, тем не менее, здесь врыв идет, такая, ребятки, я бы сказал бы, щепетильная очень ситуация, Ваня против Блая. Надо заходить прямо внутрь сейчас, заходит Ваня прямо внутрь, здесь Роучи, Блая, блин, Ваня стоит, не Роучи, вообще через Аклик даже не послал, сам дает бой. По боевому лимиту практически одинаково, у Блая, правда, 7 рачей в заказе, я не понимаю, отбивается Блая или нет. Ване пока еще больше по лимиту, но сейчас очень скоро меньше его, похоже, станет, и добычи, как бы, у Вани дома нет. А здесь в атаке что, здесь 25 дронов Блая потерял, в итоге по рабочим, посмотрите, еще ни для кого ни ГГ, здесь Ваня с Блаем только разменялся, то есть он не убил его нифига. По рабочим, да, у Вани побольше осталось, но хочу ваше внимание обратить на вот эти вот апгрейды, и у Блая 2-1 заказаны, и именно благодаря им он может победить в этой игре сейчас. Идет, наплевывает Вани Роучи, сейчас неплохо так Блая, ну, посмотрите, игра абсолютно равных игроков, как будто бы здесь шла, не как будто бы, а так и есть. Кстати, Блай решил, что ему достаточно только атаки почему-то, второй броню отменил, мне кажется, ну, нормальная броня бы зашла. Есть же ресурс, чтобы рабочих восстановить. Так, вот у Вани нету вообще грейдов, вот в чем плохо, плохая ситуация заключается для него. Ну, королеву он отдал практически всех, ну, очень криво, конечно, Ваня пока здесь атаковал, он очень криво дома бой дал. Если бы он нормально, сразу бы рабочих бы вперед в атаку повел, желательно через минувок, через Роучи, а на Аклике послал, и прирост тоже на Аклике посылал, ну, и все хорошо бы было. Плюс здесь, мне кажется, что Ване надо было минуснуть вот этот эволюшн сразу, как бы, и зайти вот через, вот так вот сюда. Ну, или вот этот минуснуть и зайти, как бы, что-то, ну, хотя он, в принципе, там зашел с какой-то стороны, и так, и так нормально получилось. Так, на третью Ваня собирается ворваться. Блай опять Роучами прибегает. Здесь Ваня идет вперед. Да Блай дофига рачей, что Ваня хочет здесь вообще. Блай, он больше, чем у Вани, у самого здесь бегает, по-моему. Так, дает бой, все, Блай криво, Роучи дерутся вообще. Блай зато здесь 9 дронов Ваня убивает, в итоге по лимит, по-моему, более-менее ровно, но по рабочим уже Ваня проседает серьезно. Короче, это победа Блай, ребят, ГГ, Ваня пишет. Ваня против Ревы будет матч, десайвер. Так, десайвер. Так, Ревыч что-то говорит. Ревыч решил. Так, типа ему идти надо, нужно срочно отыграть. Может, Рева под Ваню какие-то билды хотел разработать, а сейчас съехать, типа идти надо. 007 Иван поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает на LAN турнир. Как попасть на турнир в Москве, как зритель? Так, привет, 007 Иван. Громадное тебе спасибо. Как попасть... Попасть на турнир можно прийти по адресу, как бы и попасть. Там же всем код разрешен. Три минуты Ревчик просит. Спасибо тебе, Иван, еще раз. Спасибо, ребят, большое. Поддержите мой канал. Половина сейчас средств идет на турнир, на призовой фонд. Вот сейчас посмотрим, сколько от Ивана прилетело. Девятьсот семьдесят пять. Это сколько у нас? Четыреста восемьдесят семь Ре. На Итичах у нас улетают сюда. На интересах улетают сюда. Так, ну что? Нужно ставить опять всех стрелы Что это? Поехали, ребята Мани против речек Так, по поводу тройки ЯХЗ Там, ребят, что, как бы, карты Понятно здесь дело, если ты в Москве живешь Тебе, понятно, на общественном транспорте надо ездить Все время на работу куда-то надо Максимально дешевые варианты искать и считать Вот, ну я, как бы Приехал в Москву Я сразу, естественно, тройку купил Как в прошлый раз, в прошлом году Тут, шевляя, извините, там, сколько без нее Там, 50 с чем-то рублей или 30, как бы 5, разница То есть она там за 2-3 поездки окупается Какой смысл-то вообще? Там, наверное, это Ну когда обмен и Что это? Ну когда она Что здесь? Ну как-то Что здесь? Ну как-то Как-то Что здесь? Что здесь? Ну как anything Что здесь? Продолжение следует... 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 Ну что-то собак много, надо забегать на ХГ, надо издемаженных морфить Бэйнов сейчас, соответственно. Что Рева и делает, надо прикрывать этих Бэйнов стараться. Королев-то больше нет, то есть у Вани нет инъекции, а у Ревы-то инъекции есть. Вот в чём проблема для СВАНИ заключается. Так, Рева прикрыл Бэйна, Бэйлинг сейчас доделается, ГГ. Ваня пишет 1-0 лево, Ол-Инчик прошёл. Топ-3 на Лане призовых будет пока что. Но Илюх сказал 4 место тоже не обидим. Ну я не знаю, надо что-то придумать про 4 место пока. Так, катализатор, вторая карта. Рева спешит, идём ему навстречу, отыгрываем быстрее, как можно быстрее. Так, катализатор, вторая карта. Так, Би там с Киллдзюном стримит, кстати, тоже похоже. Что-то Би должен зайти, но он, походу, не видит ничего. Так, поехали, короче, ребята. Поехали. Поехали. Так. Блай тоже 1-0 вёл, но сумел Ваня сравнять счёт в итоге. Давайте не будем раздавать призы на Лане, пока он ещё как бы не начался. Нам бы провести его как-нибудь более-менее, блин. Потому что я вообще не знаю, как там всё получится. Пока я не нервничаю, но потом я явно буду нервничать, ребят. Ну а вы помните, что надо подписываться на према вообще. Отключать адлоки и поддерживать меня и мой канал, естественно. И 50% всей поддержки с канала сейчас идёт призовой. Если кто-то хочет там поддержать чисто призовой на нормальную сумму 5 тысяч и больше, то можете мне написать тоже всё тут окину. Ну а все такие вот донаты, которые неожиданно и 50% туда идут, потому что надо что-то им не себе оставлять вообще. Так. Вторая игра, ребятки. Ваня, Рева. Оба через пул первый, между прочим, начинают. С газом поздним более. Вот у Вани как-то королева. Смотрите, ты прям реально достаточно королева раньше намного, чем у Рева получается. Но Рева зато на два дрона больше, то есть у него чуть пул же пул был получается. Так. На твиче говорит тут лака. Что там на твиче за лак? Всё вроде нормально работает. Так, шесть лингов он ещё строит. Смотрите, кстати, ответный билд, зеркальный, как в предыдущей игре у Рева был. Такой же и у Вани бил сейчас, но без Беллинг Неста вообще что ли? Да, похоже, без Беллинг Неста вообще что ли? Опа, сбит овер. Собак несколько штучек вперёд бежит. Кстати, смотрите, теперь у Рева вообще вижена не будет. Но он, кажется, понял, что что-то здесь не то. Ваня прибегает, начинает грызть Эволюшн, но не может его прогрызть. Точнее, не Эволюшн, а Роуч Ворон даже в центре. Здесь начинает грызть сразу все здания, но три королевы. Как же они накидывают? Больно сейчас. Рев пытается закрыться полностью. И, кстати, он походу закроется полностью. Выходят Брулинги. Брулингов надо бы сгрызть тоже. Ваня еще долго это очень делает как-то. Пытается через королеву пролезть. Он как бы райт-кликом тыкает в неё. Пытается сгрызть. В итоге всё-таки протискивается внутрь. И оказался, Ревчик, так близко к тому, чтобы отбиться. Но это похоже ГГ. Здесь уже, мне кажется, не отбиться. ГГ, ребятки. ГГ. Спасибо, Зазорк. Ну что ж такое. Бескомпромиссная ЗВЗ. Я бы сказал бы прям. Спасибо, Зазорк, ребятки. Спасибо всем за подежоз. Вот. Так, ну что. Зазорк. Зазорк. Короче, Ваня хочет другую какую-то. Так, пилю рекламу. Ребят, поддержите меня мой канал. Отблоки отключайте. Всё будет нормально. Так. Ещё раз Блэк Пинк у нас будет карта, ребят. Так как Рева уступил Ване, то иду навстречу всем. То есть, как бы, Рева говорит пикай любую. В итоге получается, что так вот. Чтобы время просто не тянуть, это получилось. Так. Так. Всё. Поехали. То есть, как это вот. Так, ну что же, вторая игра... Третья, простите, игра. 1-1, уже счет у нас. Поехали, Рео Ваня, Blackpink еще раз играется. Так, Рева спешил просто, поэтому так и получилось. В общем, ну ты там в Ликвипедии любую другую можешь карту поставить. Это неважно абсолютно вообще. Так, какой врод там сейчас? Ну, Мэджика людей, ну, поменьше, чем у меня на стриме. Ну, в данный момент за сегодня, короче, реклама на 52 рубля. За все время с начала месяца, как бы, 1300 рублей. Ну, че, как бы... Херня полная, согласен, но мне рубль 300 не лишний, как бы, че. Сейчас посмотрим по окончании месяца сколько будет. Вот если мне кто-нибудь сказал, давайте я каждый месяц буду столько присылать, а ты не пили рекламу. Да, окей, как бы, ну, а так как это лишняя, как бы, ну, тема, почему нет, так как бы. Пусть будет. Вот, а так поддерживать вы можете на изище, как бы, у меня. Какая поддержки много-то, и рекламу пилить особо не хочется. К сожалению, просто, ну, рекламы не столько много, как раньше было, и столько с ней денег не заработать. Ребята, карта номер 3, ребят, Ваня против Ревы. Там и там добывается газ. У Вани лэйр, эволюшн, рауч, ворон делается. Ваня сбил Реви овера сейчас. Рева пытается проникнуть к Ване, по-моему, но... Короче, тайминг у Вани всего лучше, чем у Рева. Но Рева зато по дрончикам сейчас в плюсе, причем на 6 рабочих, на 7 даже. Это хорошее преимущество. Но тайминга там будет лучше. Что там за пакет-то, срачи, не понимаю. Вот. Что там, человек думает, что... Что под мусор там кто-то бомбу замаскировал, что ли? Ну, это, как бы, честно говоря, клиника, как бы. Нужно просто выкинуть этот пакет, а потом просто, ну, все говорят, что не моет, увидеть, что опять ставят на... Развалить кабину, короче. Вот, мне кажется. Вот и все. Тогда тебя поддержат, как бы, другие жители. Ну, а еще я помню, у кореша, давно-ка еще молодые были, в первый старик только играть начинали, как бы. У него в подъезде просто было, бля, помойка просто адская. Там никаких небомжений, ничего не было. Ну, и поддержал ваш канал на 225 рублей. Там была полная дичь, там просто пакеты валялись мусором, и там кто-то просто написал объявление о бумаге, как бы. Люди, вы что, больны? Зачем вы, ну, выкидываете пакеты рядом с мусоркой, а там реально рядом с мусоркой выкидывали почему-то? Ну, это просто полный уродок его, то есть. Даже если не работает, вынеси на улицу. Ну, у нас дебилов хватает, к сожалению, таких. Вот. Вот. А завтра новость такая. При попытке вынести пакет с мусора, в таком-то городе взорвался чел. А-ля-я-бар! 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 Хе. И такая хрень, короче, на фоне. Вот. Так, со счета мегафона. Со счета мегафона. Я хз, братан, как тебе со счета мегафона подержать. Меня, как бы, ну, то есть я не шарю в этом. Здесь роучер, реводжер и у ревы. Делается 2-1 грейды у Вани. У ревы то же самое. Примерно у Вани чуть больше рабочих, но у ревы больше боевого лимита. Реально больше, как бы. Со счета мегафона, братан, я не знаю, как тебе подержать. Потому что я не знаю, что такое счет мегафона. Как бы, ты можешь, в конце концов, мне на телефон, как бы, ну, кинуть, как бы, по Киви, кошельку, который в описании. Ну, или бы на Киви, там, какого-нибудь, я не знаю вообще. Вот. Так. Приезжаешь, играешь. Никаких отборочных на лан нет, ребята. Взносов нет. Просто приходите, играйте. Кто придет, тот будет играть. Все, как бы. Я подумал так с Илюхой. Я, правда, еще не созванился. Мы созвонимся. Снимем просто тогда не вип-залы, а сцену. А снимем обычный зал и сцену. Чтобы было не 10 плюс 10 компов, а 20 плюс 10. Будет 30 компов. Я думаю, мы нормально там все успеем провести вообще. Забейте вот страч устраивать, ребят. Ваня против Ревы. Очень напряженная игра. Посмотрите на боевые лимиты. Ревы больше боевого. Ну, у Вани лучшие грейды. Ваня врывается. Позиция ужасная у Вани. Получается, что происходит? 8.06. Зависло все нафиг. Кого так лагает-то вообще? Меня, что ли? У меня пинг до 300 поднялся сейчас. Какая-то дичь просто произошла. Я просто пропустил весь замес. Кто там читерит-то вообще? Кто меня лагает? Ну, видимо, у игроков так не лагало, как у меня. Поэтому они продолжают сражаться. Спокойно, абсолютно. Но я не знаю, как там битва развивалась. Почему она? И почему она так развивалась? Короче, в итоге разменялись вровень. И игра продолжается почти с равными лимитами. Но у Вани больше дронов. Как бы это, безусловно, плюс его. Надо перевести, правда, часть на третью. Сейчас он переведет. Строится роучи чуть больше, чем у револьвера. Еще на агрейд больше будет. Что-то там, не понял, что-то там в детстве делал. Пакеток мусорки складировал, что ли? Там мусорка работала просто, мусоропровод. Вот в чем прикол-то еще был. Там очень странная была тема. Ну, хотя там просто некоторые дебилы в мусоропровод умудряются как бы закинуть там какие-то бутылки, там какие-то... Ну, большие, короче, штуки. Он забивает, потом он не работает. Там, видно, такая же ситуация была просто. Вот. И люди, короче, черт какую-то делать. Так, ребят, Ваня-то побеждает Реву, слушайте. У Ревы все кажется здесь очень плохо. И похоже, это на 2-1 в пользу Вани или нет еще? Ну, 48-79 по боевому. Прирост у Ревы, конечно, есть. Но он не скоро выйдет. Там 6 роучей всего. Так что кажется мне, что здесь уже не сможет Ревы закомбыщить. ГГ, он пишет. Слушайте, ну, Ваня одолел Ревчика. Топ-1 СНГ в России, точнее, по версии Весгов. Ну, не в этом году, которое было в прошлом, соответственно. Вот. Реве, спасибо за участие большое в турнире. Будет Старлайн или другие турики. Я думаю, он еще поиграет. Вот. Ну, группа ему непростая попалась. То есть, как бы, Кванта, конечно, здесь слабее явно всех был. Вот. А вот... А вот Ваня, Рева и Блай были. Сейчас стало видно, они примерно, ну, как бы, более-менее ровно сыграли. Рева достойно с Блайем сыграл, почти выиграл. И с Ваней тоже сыграл так же. Вот. Так, что здесь могли все выйти. Ну, что, ребята. Кто-то так, мне 225 рублей неизвестный прислал. Спасибо. Сейчас я все добавлю, короче. Так, давайте Стоп Стар сделаю без задержки. Ворвусь, объясню, что завтра будет. Тем более завтра, но задержку снимать надо. Ждите. Через 2 минуты приду. Продолжение следует...